Физкульт привет, друзья и ученики! В прошлом ролике мы с вами затронули в очередной раз тему периодизации относительно тестостерона и гормона роста. Почему это важно? Сегодня мы поговорим на эту тему и раскроем ее немножечко больше. Это крайне важная информация для натурально тренирующихся людей. Вы с помощью ее сможете построить процесс тренинга так, чтобы максимально развить силу и построить мышечную массу без применения какой-либо фармакологии. Уверен, что вы не встречали нигде данную информацию, а если кто-либо встречал, тому повезло. Ну что, друзья, для начала давайте поговорим о тестостероне для мужчин. Он имеет наивысшую концентрацию в крови примерно в 6-7 утра, а в современном обществе правильнее будет говорить во время и после пробуждения, после ночного сна. Базовый уровень тестостерона стабилизируется в промежутке от 9 до 11 часов и дальше от 5 до 9 раз за час могут наблюдаться его небольшие колебания в крови. Относительно базового фона, заметьте, что для каждого он индивидуален, примерно к 18 часам или просто где-то через 10 часов после пробуждения происходит последнее увеличение концентрации тестостерона, после чего уровень его в крови только понижается. В это время наш организм имеет минимальный уровень своего основного андрогена в крови. Но если заняться любовью в вечернее время или посмотреть какое-нибудь возбуждающее видео, то можно оттянуть момент начала спада тестостерона на более поздние часы. После интенсивной силовой анаэробной работы концентрация тестостерона в крови минимальна, так как весь тестостерон направляется во внутриклеточное пространство, участвуя в процессе синтеза белка. После приема простых углеводов и особенно глюкозы уровень тестостерона тоже снижается. Также, заметьте, в любом возрасте отсутствие физической активности ведет к резкому снижению концентрации базового уровня тестостерона. Для того, чтобы поддерживать природные пики тестостерона, необходимо соблюдать простые правила. Режим сна и бодрствования, регулярно тренироваться, потреблять достаточное количество натурального белка, не перетренировываться, восстанавливаться после каждой отдельной тренировки, избегать стрессов. Это то, что касается тестостерона. Сейчас также вкратце поговорим о гормоне роста, выбросы которого также носят волнообразный характер. Достигая верхнего пика каждые 3-5 часов, примерно за сутки получается около 10 спадов и подъемов концентрации гормона роста. Самый мощный выброс гормона роста происходит после того, как вы засыпаете в ночное время. И в течение двух последующих часов концентрация гормона роста только растет. В этот момент растут наши мышцы и пережигается жир. Происходят главные процессы восстановления. Вот почему ни в коем случае нельзя просыпаться в течение этих первых двух часов после засыпания. Ибо это может нарушить все восстановительные процессы. Вот почему крайне важно следовать режиму сна и бодрствования. Если мы хотим сохранить все естественные выбросы гормона роста и не получить разлад во всем обмене веществ. Вот почему люди, работающие по ночам, имеют плохой иммунитет, чаще болеют, испытывая постоянное общее недомогание и усталость. Проблемы с лишним весом и сердечно-сосудистой системой вызваны именно нарушениями физиологических процессов естественного выброса гормона роста в течение суток. Не забывайте, что концентрация гормона роста в крови понижается с возрастом. Вот еще одна причина специального тренинга на выброс данного гормона и обоснования периодизации в тренировочном процессе натурального атлета. Естественными способами увеличения продукции собственного гормона роста являются так же, как и с тестостероном, качественный ночной сон, регулярные специализированные силовые тренировки, высокобелковый рацион питания, естественная гипогликемия. При низкой концентрации глюкозы в крови происходит резкий выброс гормона роста. При высокой концентрации жирных кислот этот процесс, наоборот, замедляется. Мое личное мнение, что силовой малоповторный тренинг, как в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге, провоцирует выброс именно тестостерона, а объемный, многоповторный гормона роста, хотя чаще всего встречается обратная точка зрения. Анаболическое действие гормона роста ярко проявляется в присутствии другого гормона, инсулина. Действия гормона роста и инсулина противоположны в отношении углеводного обмена, но они исключительно одинаково направлены в синтезе протеина. Для максимального проявления анаболических и сжиросжигающих свойств гормона роста необходимо присутствие половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Вот почему многие не отмечают никакого роста в мышечной массе после применения гормона роста соло, без фонового использования анаболических стероидов. Хотя рост силы и сжиросжигающий эффект при этом будет заметен. И конечно положительное влияние гормона роста на связки тоже будет. Вы наверняка уже читали мою статью о инсулине, гликемическом и инсулиновом индексе, где я рекомендую сразу после тренировки принимать белково-углеводный коктейль, причем из быстрых белков и углеводов, плюс доза аминокислот BCA. И многие пишут мне, что я не понимаю, о чем говорю, приводя в пример линдовера или других уважаемых людей. И эта критика может показаться правильной, но только на первый взгляд. Для тех, кто услышал когда-то, где-то или прочитал, что после приема углеводов понижается выброс гормона роста и тестостерона и остановился на этой информации. Но друзья, не забывайте, инсулин и чувствительность к нему как мышечных клеток, так и жировых клеток, ведь именно умелое манипулирование инсулином определяет, куда направляется питательное вещество и гормоны. И здравомыслящий человек понимает, чисто логически, что после тренировки, когда пик гормонов у нас высок, при условии, конечно же, грамотного построения тренировочного процесса, нам просто необходим мощный и резкий выброс инсулина. Самого мощного из всех гормонов, кстати, который поможет отправить все наши гормоны и питательные вещества именно в мышечную клетку, а не в жировую. За что инсулин и отвечает. Не забывайте также тот факт, что гормоны идут только в работающие мышцы, вместе с кровью, естественно. А инсулин – это ключ, открывающий закрытые двери. Те двери, которые нам нужны. И умелое манипулирование инсулином и тренировочным процессом открывает двери в мышечных клетках, закрывает их в жировых. Кто хочет более точно понимать и разбираться, о чем речь, настоятельно рекомендую ознакомиться с моей статьей об инсулине, гликемическом и инсулиновом индексе. Когда вы будете понимать все процессы, то и вопросов не будет возникать. Другое дело, что повышать пики инсулина в ненужное время глупо и безответственно. Но после тренировочное время, когда уровень гормонов поднят нами, нам просто необходим, как воздух, мощный выброс инсулина. Повторюсь, чтобы растить именно мясо и чтобы сжечь именно жир. Вернемся к теме построения тренировочного процесса через призму выброса гормона роста и тестостерона. Как мы с вами видим, пики максимальной концентрации гормона роста и тестостерона приходятся на разное время суток. В связи с чем, чтобы попадать в физиологические пики выбросов гормонов, это исключительно важно для натурального тренинга, и тренировки, нам нужно проводить в разное время. Тренируясь на тестостерон, нам лучше всего провести тренировку в первой половине дня, в промежуток с 11 до 14 часов. Тренировка должна быть силовой, на 3-8 повторений. С промежутком отдыха между подходами в 1,5-2 минуты. Тренируясь на гормон роста, лучше сместить тренировку на вечернее время, ближе к 18 часам, или чуть ниже. И проводить ее в стиле статодинамики, тренируя в основном окислительные мышечные волокна, или как чаще называют, медленные мышечные волокна. О том, как это делать, вы уже знаете. Если нет, найдите в моих статьях или в других источниках. Важным условием должно быть правило, закон, что силовая часть тренинга должна длиться не дольше 50 минут. Естественно, не считая время на разминку и заминку. Если не придерживаться этих простых правил, то можно нарушить физиологические процессы выброса гормонов нашим организмам. И только мешать ему растить мясо, сжигать жиры, да и просто функционировать здорово. Правила питания одинаковые, что для тренинга, на гормон роста, то и на тестостерон. И все они описаны в моих предыдущих видео и статьях. Друзья, я всегда говорю о том, что знания и понимания – разные вещи. Можно обладать знаниями, но недопонимать сути процессов. Поэтому старайтесь зрить в корень, получать как можно больше информации, знаний, для того, чтобы ваш понятийный процесс был более грамотным, более приближенным к истине. Я всегда стараюсь давать вам материалы в таком виде, чтобы вы спокойно могли сами ориентироваться во всем и составлять себе программы. Для тех же, кому лень или нет времени разбираться во всем этом, пишите мне в личку. Я составлю вам подробный план тренинга и питания, подскажу, когда и какое кардио делать. Я этим зарабатываю, это мой основной заработок. Напоминаю, что изучая мои видео и статьи, вы можете все это сделать самостоятельно. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!